Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империи Зла. И сейчас вы можете меня поздравить. На мой канал подписалось 500 человек. Это очень значимая цифра, значимое число. Половина тысячи. Канал Стива Покатушкин для сравнения достиг 500 человек после двух с половиной лет тяжелого труда, тяжелого развития, разных поездок, постоянного монтажа выпусков, постоянного укладывания их на канал. Империя Зла, чтобы достичь 500 человек, понадобилось всего лишь 4 месяца. Да, до этого ролики тоже выходили, но это не было развитием канала. Я просто выкладывал тупо личный архив, архив своих мыслей. Развивать канал я начал только в сентябре 22-го года, когда выложил на канал гол Малкома через себя в матче Зенит Оренбург 8-0. И этот гол на сегодняшний момент набрал уже 10 тысяч просмотров. После этого я начал искать различные штучки, различные фишки, которые могли бы поднять канал. Начал петь песни футбольные. Начал разыгрывать симулятор РПЛ в игре про лексокер. Начал укладывать шорсы. С шорсов пришло большинство подписчиков. Шорс – это самое золотая жила. На шорсах, в принципе, просмотров очень много. Но также еще хочется выделить серию пенальти в матче с Денисом Спартак. На сегодняшний момент это самый популярный ролик на канале «Империя зла». Он набрал 15 тысяч просмотров. Ну и если кто-то из болельщиков Зенита относительно матча «Зенит Спартак» недоволен, что наши не победили в основное время, то лично я могу быть довольным. Потому что серия пенальти... Вообще, я не помню, когда была последний раз серия пенальти в игре «Зенит Спартак». Ну и с точки зрения моего канала, она очень серьезно помогла в развитии. И в частности, благодаря серии пенальти «Зенит Спартак» сейчас на моем канале 500 человек. Ну и сейчас я хочу поговорить немного про другое. Про горячо любимый, уважаемый мной «Зенит». И я хочу сказать, почему в частности я его так уважаю. Далеко не только потому, что он олицетворяет собой ленинградский футбол. Далеко не только потому, что он играет красиво и добивается результата. Зенит, знаете, что сделал? Зенит объединил против себя и подружил даже друг с другом всю Москву. Всех вот этих вот спартачей, коней, динамовцев, железнодорожников и даже торпедонов. Не всех, конечно, но многих. Они высокомерно заявляют до сих пор, что «Зенит» им не соперник. И что главное для них – это их внутренние московские разборки. Но по факту, когда кому-то улыбается удача обыграть «Зенит», они всем своим вонючим скопом, всей своей гурьбой устремляются долбиться во все места. Или друг с другом, если кому-то из столиц улыбается удача победить «Зенит». Или с региональным колхозом, как они сами его называют. И, чтобы не быть голословным, я прикреплю несколько скриншотиков, как они долбятся в десна. Зырьте! И при этом они еще говорят, что «Зенит» им не соперник. «Зенит» для них – это самый первый, самый главный соперник. Я даже больше скажу, «Зенит» достиг у Москвы и вообще в российском футболе такого статуса, который не достигал еще никто. Потому что для всей столицы самый радостный день в календаре – это день, когда побеждают «Зенит», когда выиграют у «Зенита». Такой значимости не было еще ни у одного клуба. Ни у регионального, ни у московского. И на самом деле, то, что «Зенит» стал таким сильным, это очень хорошо. Потому что, когда «Зенит» слабый, на неудачи «Зенита» внимания не обращают. Ну, что, колхоз замкадывал опять проиграл кому-то. Что на внимание обращать на него? Это же, как они говорят, «Бомжи!» Нам за подлон них обращать внимание. Но все-таки их москва-басские комплексы порой наружу пролезают. И тогда мы все после какого-нибудь случайного поражения «Зенита» в очередной раз видим «Шакаль» и «Виск» наподобие «Акела промахнулся!» «Акела промахнулся!» Ну, да, «Акела промахнулся!» «Акела промахнулся!» Ну, а что, они же привыкли к тому, что на матче «Зенит» назначают всяких «Хусаиновых» и «Петтаев», которые добавляют, например, к матче «Зенит-Балтика» 8 дополнительных минут, чтобы «Балтика» точно успел сравнять счет, как был в 1998-м. Или которые удаляют наших игроков, которые не засчитывают чистой голой, как тот же «Петух Петтай» в 2006-м году. Но сейчас судьи не такие. Сейчас судьи не будут в любом пограничном эпизоде действовать в поле у столицы. И поэтому у них всегда враг один. Зловещий «Газпром», зловещий «Дюков», зловещий «Миллер». И на самом деле сейчас момент абсолютного триумфа «Зенита». Того самого триумфа, когда с нами приходится считаться через грусть, через такие крокодилии слезы, через такую нестерпимую боль от всех этих накрученных понтов, о том, какая же великая Москва. Но с нами приходится считаться. И с нами считаются. С нашими амбициями считаются. Конечно, говорят, что когда «Зенит» будет слабым, то они отыграются. Ну, в принципе, стандартные угрозы. Можно сказать в ответ на это, что это мы уже слышали. Но сейчас «Зенит» — это как СССР, например, во времена Никиты Хрущева или Леонида Брежнева. Это та же самая империя зла, которую на Западе, то есть в Москве, не любят, просто ненавидят. Но с которой приходится считаться, которого, быть может, они уважать и не будут, но бояться они будут точно. Они уже нас боятся, они нас боятся уже очень-очень давно. Потому что даже все вместе, даже объединенными усилиями, даже всем своим миром, они не могут нас сокрушить. В этом конкретном сезоне, в чемпионате, нам проиграли абсолютно все московские команды на данный момент. Из шести матчей против Москвы шесть побед «Зенита». Это лучше всяких слов. Говорят о том, что Санкт-Петербург — это самый сильный в футбольном смысле город России. И Санкт-Петербургом приходится считаться. Сейчас опять в очередной раз толпища шакалов в числе из числа разных московских экспертов пророчит нам падение. Толпа всяких различных сволочей из числа простых болельщиков ждет, не дождется, когда банкротится Газпром. Они ждут это уже по меньшей мере 10 лет. Очень вдохновил к примеру Анжи, что вот в Анжи тоже было много денег, но потом оттуда деньги ушли и Анжи скатились в первую лигу. И они заявляют через слезы, через дикую просто боль, что вот если бы не деньги, вы были бы в первой лиге, что вот деньги от вас идут, тогда мы на ласт играемся. опять же повторю, слабые клубы такого внимания к себе не притягивают. И хотя бы за это нам, зенитовцам, можно просто порадоваться. Порадоваться этому моменту, порадоваться тому, что он у нас есть. вы можете нас не уважать, вы можете называть нас сколько угодно бездомными, нам ваше уважение не нужно, нам достаточно того, что нас уважают в замкаде. Вы паршивые, лицемерные проститутки, которые говорят не то, что думают, а то, что принято говорить. и поэтому лично мне, как человеку живущим сердцем, ваше попсовое уважение. Не цена от слова совсем. Не уважайте, но бойтесь. Бойтесь, мы вам будем еще в самых страшных снах сниться. Я сегодня встречал одного ебанутого спартаковского сектанта, который говорил, что когда у Зенита опять же закончатся деньги, когда уйдет Газпром, все опять полюбят Спартака, а про Зенит никто не будет даже вспоминать. Но я в принципе могу сказать только одно. Вспоминать во всяком случае вот эти времена, вот эти дни, когда вся Москва сдружилась в объединенной борьбе против нас и когда вся Москва у нас сосала, будут очень многие будут помнить весь Санкт-Петербург и не только Санкт-Петербург. Так что Зенит может не такой раскрученный, может не такой попсовый, но это даже Зениту в плюс, но Зенит это команда души, команда сердца, команда нараспашку. Поэтому Зенит останется в памяти простых болельщиков из регионов навсегда. Зенит останется в памяти не просто как клуб олицетворяющий ленинградский петербургский футбол. Зенит останется в памяти как клуб, которого до дрожи в коленках боялась вся столица. И лично я хочу от себя добавить. Я желаю, чтобы это время длилось как можно дольше, чтобы Зенит еще как минимум лет 10, а то и 15 был той силы, которой будут бояться всех. Особенно в Москве.